Добрый вечер, господа! У микрофона Юрий Пранько. Начинаем наш большой вечерний интерактивный канал «Реальное время». В первом часе с 19 до 20, как всегда, у нас гость в студии прямого эфира. Сегодня у нас интересный собеседник и интересная тема. Ну а в следующем часе с 20 до 21 будем подводить итоги дня. Я выбрал сегодня аж 5 тем. Все они актуальны, все они очень важны. И, ну, что называется, последовательно мы их обсудим. Итак, напомню, средства коммуникации. Многоканальный телефон 65 10 99 и 6, код Москвы 495 для ваших телефонных звонков. финам.фм – это наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция, то есть можно слушать, можно смотреть. И сегодня у нас в гостях известный российский журналист, человек, которого не надо специально представлять. Это Лев Новоженов. Лев Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. У нас философская тема, но я шучу тогда. Россия – гиблое место для жизни. Что вы говорите? Нет, вы так не считаете? Ну, как же вы дожили до таких лет-то? Вот так вот. Я вот вроде тоже. Ну, может быть, мы исключение. Сейчас выйдем на улицу, обнаружим, что там никого нет, пусто. Вы считаете вообще, вот Россия – это комфортная страна для проживания? Я имею в виду сейчас не климатические условия, а тот окружающий мир, который создан в том числе государством, чиновниками, ну и так далее. Но чиновники – это производная от народа, в принципе, как и государство тоже. Комфортно или нет, мне очень трудно вообще делать обобщение, да? Говорить, что вот Россия такая, или она сякая, или она третья. Она такая разная. И столько разных людей здесь живут. Я могу просто ответить, не подумайте, что я уклоняюсь от прямого ответа. Это тоже результат всякого рода размышлений. Одни люди живут комфортно, другие – нет. Безусловно, большинство живет хуже, чем меньшинство, да? Это однозначно. Ну и там между теми, кто живет очень плохо, и теми, кто живет очень хорошо, существует множество градаций. Это тоже несколько разных категорий. Я почему-то задаю этот вопрос. Вы знаете, простите, да, что перебиваю, я от части своих вот собеседников, знакомых, друзей, слышу, знаете, такую фразу. В 90-е годы было очень тяжело, безусловно. Было много негативных факторов. Но примитивно вот к бизнесу, да, люди рассуждают следующим образом. Они говорят, ну, была надежда. Сейчас надежды нет. Вообще нет. То есть некое вот такое органическое вещество, которое всосало в себя Россию. И люди, обычные люди, я не буду, действительно, я соглашусь с вами, не стоит говорить там абсолютно большинство или меньшинство. Все это эпатетика и относительные понятия. Но, тем не менее, участие, да, скажем, людей, вот есть такие ощущения. Ну, многие из тех, кто сегодня, ну, во-первых, у власти, безусловно, и из тех, кто обеспечен, в принципе, кому есть достаток, там тоже, значит, от достатка до миллиардов, да, они этим обязаны 90-м годам. Я думаю, что даже наш президент Владимир Владимирович Путин никогда бы не стал президентом, если бы не 90-е годы. Ну, в лучшем случае он был бы сейчас там одним из множества генералов ФСБ. Это еще бы, если сложилось бы. Да. А там бы, ну, был бы полковником. Вот. Уже бы сейчас вышел бы на пенсию. 60 лет все-таки, вот. Было неплохо бизнесменам 90-е годы. Ну, я помню первые кооперативы. Первый наш миллионер, который заплатил партийные взносы в КПСС, Артем Тарасов, да. Ну, и далее, далее везде. Журналистам было неплохо. Ну, и еще многим людям, например, которые получили возможность поехать за границу учиться, например, или просто жить. Вот. Это все тоже благодаря 90-м годам произошло. И, наконец, тем, кто сегодня отдыхает в Турции, их очень много, этих людей, кто отдыхает там в Черногории, в Хорватии, в Болгарии, те, кто едет в Италию, у кого-то побольше денег, а также всем тем, кто получил возможность увидеть мир, вот этот вот огромный мир за пределами Российской Федерации, ну, наконец, увидеть в Париже, а не смотреть на него по телевизору. Ну, и прочее, и прочее, и прочее. Так сразу и не вспомнишь. Ну, например, для меня курильщика, и человек, который здесь старается бриться, значит, ежедневно, мы как-то к этому привыкли, не замечаем. Ну, я еще помню, когда люди ходили окровавленные от лезвий Нева, значит, там, Ленинград. Да, 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 я вспоминаю деда своего сразу. Да, все заклеенные кусочками газет, вот, и вместо дымка, там, ну, курить вредно, конечно, Минздрав предупреждает, но мы люди еще той культуры, которые пели и слушали песню Шульженко, «Давай закурим, товарищ по одной». И любовались картины Непринцева, Теркин на привале, где он сворачивает самокрутку. Вместо вот этих ужасных атомных сигарет мы стали курить, там, Мальборо, Кэмпл, я не знаю. Ну, то есть, в 90-е действительно изменения гигантские произошли. А вот в части того, что... Книги появились, книги. Это правда. Да, книги мы, значит, нация, от которой было спрятано интеллектуальное наследие человечества, и, в частности, великая литература 20-го века, в том числе советская, да, получили возможность это прочитать. Ну, я уж не говорю там про историков, для которых открылись спецкраны. Ну, и интернет. Ну, я не... Ну, интернет... Я не уверен был бы интернет, если бы у власти остался бы КПСС. Ну, а что касается вот все-таки потери надежды и уверенности в будущее, вот именно в нулевые? Ой, мне сегодня в голову пришел афоризм. Не знаю, порадует он вас или нет. Жизнь — это война, где в живых не остается никто. В принципе, понимаете? Не очень радует так. Ну, считайте, что это перефраз, афоризм, Карл Маркс, жизнь — это борьба. Да. В принципе. Ну, есть такой анекдот, он не очень приличный, чем старый советский, кстати, анекдот. Армянское радио. Мы сейчас на радио. Вот. Ну, правда, не на армянском. Хотя я не знаю, кто у вас хозяева. Может быть, они армяне, значит, и радио ваша тоже армянка. Я воздерживаюсь от комментариев. Значит, армянское радио спрашивает, чем отличается жизнь, ну, я в цензурной редакции его воспроизведу, чем отличается жизнь от мужского полового члена. Армянское радио отвечает, жизнь жестче. Алиф Новоженов у нас сегодня в реальном времени на Финам.фм. Ну, и, Олег Юрьевич, я так и не понял. Вы разделяете эти мысли о том, что нулевые, они смысл жизни у нас украли? Нет. Ну, дело в том, что сегодня человек, я думаю, что... Вы понимаете, что вы сейчас афоризмами и анекдотами не до конца программы сможете атаковать? Ну, вот, вы знаете, сейчас проводят опросы социологи там по всему миру, там, какая нация считает себя наиболее счастливой. Да-да-да, есть такая. Да, там вот подсчитывается количество самоубийцев, да. И неожиданно выясняется, что в благополучных странах, ну, таких, например, как Финляндия или даже вот Швейцария, что по количеству самоубийцев они опережают страны, где далеко не все так было получено, вот как в названных государствах. И я думаю, что все сегодня человечество испытывает примерно такие же чувства и настроения, как ваши друзья. И это не характерная черта России. В мире кризис, вот. Он не только экономический, он, в принципе, и духовный, и контентный, и культурный. И вот я себя ловлю на том, что кино, я очень любил кино смотреть. И, ну, как советский подросток, мальчик, там рублено кино, мороженое, и с тех пор кино, 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 вот. И если я в 90-е смотрел кино захлеб, то я сейчас не могу ни одного фильма досмотреть до конца. Ну, 15-20 минут, 30 максимум, 35, я выключаю кино, выключаю просто. Я интернет, по интернету смотрю. Вот. И очень серьезные вызовы времени, и некие предчувствия, да, то ли большой войны, да, то ли какой-то катастрофы. И мы видим, что это, в общем-то, и происходит, да, мир скатывается к большому вооруженному конфликту, локальные, и не такие уже маленькие, значит, идут. И вот все вот эти вот ужасы, вот там вот на Кубани, значит, это наводнение, и все это рождает, конечно. И мир очень стал стрессовым, да. Очень много информации, он стал быстрее, вот. Это, конечно, дает людям на психику, безусловно, и у них портится настроение. Продолжим наш разговор с Львом Новоженовым сразу после краткого выпуска новостей. 19 часов 18 минут в российской столице. Сегодня у меня в гостях в реальном времени журналист мой коллега Лев Новоженов. Россия гиблое место для жизни, но мы пока оставим не утвердительный, а вопросительный знак. Вы можете участвовать в нашем разговоре. Звоните на 65 10 99 и 6, код Москвы 495 и финам.фм. Это наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет прямая веб-трансляция. Лев Федорович, вот где-то я прочитал, вам задали вопрос, почему вы не ходите на митинги оппозиции. Вы же не ходите на митинги оппозиции, да? Нет, не ходите. Ну, и феерически был ответ, конечно. Я хочу, чтобы русские... Я не цитирую в подлиннике, но примерно смысл был такой. Я хочу, чтобы русские сами в коем-то веке совершили революцию. Ну, с таким намеком на ваши корни, насколько я понимаю. Не, ну, я хотел бы уточнить, да. Там было написано так, это было в Фейсбуке, потом было напечатано в московском саммульте, что я не хочу, чтобы евреев опять обвиняли в следующей революции. Да, и пусть уж эту революцию сделают сами русские. Ну, я получил много злобных, значит, всякого рода откликов. А злоба в чем заключена? Ну, смысл был такой, что там ты, Лев, значит... То есть там сразу на ты, да. Ну, там, да, сразу приходят на ты. Что ты не подумал о том, что если будет русская революция, то ты первым... Ну, я не претендую на первое место, там целый список, значит... От достойных людей-то. Да, да, вот, которых мы повесим на фонарях. Даже был указан точный адрес, Тверской бульвар. Хорошее, кстати, место. В принципе, ну, мое любимое. И мое тоже. Да. И вообще, московское было... Людей, которые собираются повесить, значит, вот эти вот персонажи, их так много, что, я думаю, не хватит Тверского бульвара, в принципе. А вы считаете, в России есть антисемитизм? Вот такой ярко выраженный. Или он приглушен? Нет, на посознательном уровне. Знаете, антисемитизм есть даже в Израиле. Это правда. В принципе. Антисемитизм есть везде. Значит, ну, есть страны, где, наверное, он... Хотя я затруднился бы назвать, где он как бы зашкаливает. Вот. Ну, там, в Германии, по официальным оценкам, это было выступление одного из депутатов Бундестага, 20% латентного антисемитизма. Вот. За декларацией, знаете, едафобский, там, как бы, срок. Есть статья, и немцы со скрупулезной приверженностью закону, это не просто там заявлено в кодексе уголовном, они просто сажают все. Вот. У нас-то этим полный весь интернет. Вот. Есть, конечно, антисемитизм есть. Ну, достаточно открыть интернет. Ну, он такой вербальный, да. Ну, пока. А думаете преобразиться в нечто более конкретное? Ну, все может быть. Я имею в виду не Тверской бульвар и те вот посылы, которые вам присылали. Ну, живет, живет человек, и я, кстати, об этом тоже написал, что в каждом организме, да, есть все эти вредные бактерии, полезные, есть палочка Коха, возбудитель. В каждом организме возбудитель туберкулеза, да. Ну, туберкулезом все-таки болеют не все, да, а лишь некоторые. Что-то вот спровоцировало, знаете, болезнь или ослабленный иммунитет, например, у нации, да, пониженный иммунитет. Ну, пока, как бы, все держится, если не говорить о Кавказе, да, вот, там все это переросло уже в толкновения такие серьезные, вот, и все это может подняться наверх. Ну, опять же, анекдот, там, берегите армян, знаете. Да-да-да, конечно. Ну, это такая классика, классика анекдота. А почему? Потому что берегите евреев, нет, берегите евреев. Или, наоборот, я что-то забыл, стал забывать анекдот. Нет, берегите евреев, потому что после евреев за вами придут, да. Да-да-да. Это классика жанра, да. А вот вы говорите, ситуация держится за счет кого или за счет чего, на ваш взгляд? Ты, я человек настырный, да? Я же вас спрошу, как вы относитесь к господину Путину. Я вас спрошу об этом. Вот поэтому я издалека захожу, да, то есть вот то статус-кво, которому, я думаю, у многих есть претензии, на чем держится? Ну, вы знаете, я вырос в ментальности такой советской, да, ну, и в такой среде, знаете, определенной, где не любили ментов, вот. И вот этих из органов, да, ну, их просто не любили, да. Потому что, ну, я в каком-то смысле дитя 20-го съезда, я упивал с Иваном Денисом, вот, половина двора там, там родители знакомых сидели. Во дворе там одни собирались сесть, другие только что выходили, вот, мусора, вот эти вот вертухаи, да, это как бы все, это просто не люди, да. Поэтому, конечно, я не испытал большой радости и восторга, когда президентом стал человек из соответствующих органов. Вот, и вот этим, как бы все сказано, и с той поры мое мнение не переменилось. Я считаю, что президентом государства не может быть человек из специалиста. Не может быть? Нет, спецслужбы вообще как церковь должны быть, ну, должны быть дистанции между демократическими институтами, да. Вот это отдельно, это люди... И желательно, чтобы были подконтрольны. Ну, в том-то и дело, да. Они должны быть подконтрольны там парламенту. Вы знаете, у меня как-то был бывший советник Путина Андрей Ларионов, да, ну, вы знаете. Ну, а как же, да. Отличный человек, великолепный полемист, эксперт, действительно разбирающийся во многих вопросах. Ну, и человек, который почти четыре года, да, что называется, бок о бок шел с господином Путиным. Так вот, он мне сказал, что Россия действительно уникальная страна. Уникальность ее заключается в том, что здесь спецслужбы впервые стали властью. Нигде в мире подобного не было. То есть, приходили военные хунты, приходили какие-то другие изверги, да, там, на тоталитарные... Ну, Буш старший. А вот спецслужбы. Буш старший, по-моему, возглавлял. ЦРУ. ЦРУ, да. Ну, Лев Юрьевич, когда есть система сдержек и противовесов... Ну, дело в том, что ЦРУ, как бы, и ЦРУ есть большая разница, потому что все-таки, как бы, это политическая полиция в большей степени, чем это полиция, которая, значит, контролирует, следит за и к нам инаком мыслящим. А ЦРУ занимается разведкой деятельностью. Разведка и контрразведка. Да, это то, что у нас в Нижней Разведке, СВР и ФБР, вот, там нет политической полиции, в принципе, хотя там тоже были времена, там, Маккарни, там, Гувера, да, у которых были, ну, они, как бы, преодолели это, да, преодолели. А у нас вот так вот получилось. Ну, вот, все равно, что, вот, есть специально натренированные собаки, там, бультерьеры, вот еще какие вот эти страшные... Бойцовские. Бойцовские. Бойцовские, да. Ну, их нельзя водить без намордника. Это... А люди водят. А люди водят. Это, как бы, оружие, да, просто. Это сразу же человек ходит с оружием, да. У них определенные рефлексы, да, на драку, значит, на убийство. Ну, то же самое в спецслужбах их же специально учат, вот, прививают им навыки, значит, определенные, которые потом никуда не исчезают. Вот это все происходит на уровне рефлексов, да, и проявляется, там, в данном случае, во внутренней политике, там, внешней. То есть, Путин и его прошлое в госбезопасности, это неотделимо? Это цельное? Ну, как же, ну, как говорят, не бывает бывших сотрудников. Да, их не бывает. А на ваш взгляд, все-таки это годы упущенный? Вот 24... Кстати, как вы восприняли события 24 сентября, когда было объявлено, что они 4 года тому назад еще все решили уже? Что вот такая рокировочка будет? Я не помню сейчас, кого я из них цитирую, но кто-то из них об этом заявил. Либо Медведев, либо Путин. Ну, здесь нельзя залагать вину на какого-то одного человека, потому что ситуация с Ельцем была очень тяжелой. Вот, и, собственно говоря, он же, как бы, привел за руку именно этого человека. ни какого-то другого. Извинился перед народом. Это было сильно? Да. Это было сильно, да. Но смысл его, ну, как бы, его вина, которую он сформулировал абсолютно аутентично, как говорится, да, его вина, что он, ну, не сдюжил просто, понимаете. Вот. А других людей не было. Это вот была данность. Это то, что нам дала история ее развития. Вот. Вот она дала именно этих людей. И Горбачева, и Ельцина, сейчас Путин. Вот. Вот. И, и вот эту конституцию, да, ту, которая сейчас есть, и которые там клянут некоторые люди, и правильно клянут, она вся, она ущербна. А стоит ли обычному человеку сопротивляться? То есть, вот, массу людей не согласны, да, я не говорю о большинстве, но, по крайней мере, здесь вот в городе, в котором мы с вами живем, да, здесь масса людей, которые считают, что, а, Путин ведет неправильную политику, б, власть взорвалась, зажралась, закоррумпировалась и так далее. Вот обычному человеку стоит сопротивляться? Ну, там же дело уже не только в Путине, а я опять же повторю, что вот в конституции, которая предоставляет президенту неограниченную власть, абсолютную, которой не было даже у монархов, в принципе. Вот. Ну, если там не считать Ивана... Я все чаще слышу, да, эту фразу монархическую страну. Ивана Грозного, если не считать там, Петра Первого. Ну, все равно там были бояре, которые смели противоречить и тому, и другому, правда, все это часто печально, значит, кончалось. А здесь бояре у нас вон какие. Значит, парламент... Вот такой, да. Да. По федеральному собранию я же вообще не говорю там вообще. Я не понимаю даже, зачем оно и нужно. Неужели нельзя обойтись парламентом? Будут верхние палаты. Ну, Совет Федерации это такая ссылка почетная. Ну, туда же поступают законы. Да, да, да. Они голосуют. Ну, я не помню. Может, я ошибаюсь. Я не политолог. Когда она возражала? Я просто... Возразили, Олег Юрьевич. Значит, как достоинство госпожа Матвиенко, спикер этой палаты, заявила, что мы завернули закон о едином дне голосования. За то, что они предложили, значит, во второе воскресенье сентября. Что вы говорите? Это было как достоинство. Это круто. Это очень круто. Лев Новоженов здесь в реальном времени. Продолжим после новостей. 19 часов 32 минуты. Здесь в реальном времени у нас сегодня Лев Новоженов. Ваши вопросы на финам.фм в письменном виде. Ваши звонки на 65 10 99 и 6. Код Москвы 495. Все-таки, на ваш взгляд, Россия гиблое место для жизни. Вопросительный знак. Это я сразу говорю всем ура патриотам, которые сейчас начнут нас тут клеоклястье и так далее. Но я в определенной степени согласен с Львом Юрьевичем по поводу спецслужб. Вот из этой ситуации хочу понять ваши мысли и ваше мнение. Каким будет выход? Ну, в России это святая земля. Такая же, как известное вам государство. На Ближнем Востоке, наверное, на Ближнем Востоке. Казалось бы, тоже такая деревня. Захолустье, мировое захолустье, где все время происходили события ключевые, определяющие ход глобальной истории. Россия тоже святая земля. Здесь все время происходит чудо. И даже не в переносном смысле, а буквально в прямом. Потому что никто не ожидал, конечно, ни 89-го года, ни 91-го, ни 93-го. Власть КПСС была на века. И все ошибались, в том числе и спецслужбы американские. Никто не мог предсказать даже приблизительно. Ну, так были, конечно, пророки, которые говорили, что это рано или поздно произойдет. Но что это произойдет в одночасье, так быстро, без особых вообще усилий. Ну, я не говорю про 17-й год. Ну, 13-й год, предвоенный, один из самых благополучных эпох, периодов в истории России. Все развивается стремительно. Промышленные, железные дороги. Не прошло несколько лет и катастрофа. Народ, значит, падает на колени перед царем. И через четыре года, боже ты мой, взрываются храмы, значит, рушатся кресты. Значит, вот этот вот, значит, народ богоносец, да, казалось бы, один из самых религиозных, да. И вдруг куда-то подевалось, да. Конечно, были люди, которые сопротивлялись, но большинство это приняло как давность. Вы думаете, нечто подобное может повториться? Я надеюсь только на чудо. Вот, я уверен, что оно произойдет. Как оно будет выглядеть, мы не знаем, на то оно и чудо. Путин извинится и скажет, я ухожу. Ну, я-то, знаете, ну, все революции происходили вообще-то сверху, да. Даже, в общем, если так, и Октябрь, ну, Октябрьская, да. Ее там одни называют революцией, другие переворотом, да. Наверное, это был переворот. Это не то, что там какие-то огромные народные массы. В гражданской войне потери, в гражданской войне, в войне, по сравнению с потерями в отечественной, да. Ну, после потерь в отечественной все это во фиг кажется. Ну, там, ну, что-то там около миллиона. Все-таки гражданская война, вот. Ну, жизнь все время, в России жизнь, не знаю, там, конечно, там, я сейчас не говорю о деньгах, там, о материальном благополучии, комфорте. И то, что здесь жить очень интересно, это да. Есть стихи известные Николая Глазкова. «Я на жизнь взираю из-под столика». Не знаете, нет? Век... 20-й век необычайный. Чем он интереснее для историка, тем для современника печальнее. Браво. А, то есть, интересно жить в России, да? Не скучно? Это точно. Это как бы такой сафари. Вообще, вот, если бы было две жизни у человека, правда, мы не знаем, сколько, на самом деле, у него жизни, мы предполагаем, что одна, но если бы было бы две, то одну из них наверняка нужно было бы прожить в России. Безусловно. Есть расхожее мнение о том, что Россия – это пример для всего мира, как не надо жить. Ну, не знаю. Вот если бы было две жизни, я думаю, что люди богатые, наверное, платили бы, наверное, деньги, вот такой сафари, за то, чтобы прожить жизнь в России. Ну, и так нервы себе потрепать? То есть, адреналинчику? Ну, люди же прыгают там с парашюта, там, сбираются там в горы, по скалам там ловят. Вот. Ну, это примерно то же самое, конечно. Да, но это при варианте, что одну жизнь можно будет благополучно прожить. Ну, они вот эти вот сумасшедшие, да, в кавычках, да, там, рискую головой, рискую сломать себе, знаете, шею, за бешеные бабки. Причем это уже без кавычек, да. Да, за бешеные бабки, да, потому что это снаряжение, там, все это за бешеные бабки. А тут, пожалуйста, бесплатно, и платить ничего не надо. У вас такой сдержанный оптимизм, я это чувствую, что… Ну, понимаете… У вас все-таки стакан наполовину полон, нежели наполовину пусто. Ну, я не то, чтобы там большой оптимизм, но пессимизм – это не продуктивно, в принципе. Это ты себя просто рушишь, просто разрушаешь свою личность просто. Вот видим, постоянным нытьем, да. Ну, вот в семьях, да, ну, так сказать, я в своих дней говорю, ну, что ты, ну, вышло, ну, все, вышло, улыбайся ты, понимаешь, выходишь на кухню, вот мы утром встречаемся, да. Вот она начинает, ну, знаете, у женщины все время проблемы, да. Вот и эта проблема, и эта, и эта. Ну, ты все равно улыбнись. Помнишь, как в этом фильме «А ну, подними руки», как этот вот знаменитый, да. Да, да, да. А теперь опусти, там плащ пропал, это какой вот знаменитый этот фильм. Вот так вот, руки так только резко опусти, скажи. А, ну, не могу по радио вот… Да. Да. …воспроизводить, да. Ну, как бы нужно себя бодрить, понимаете, потому что я думаю… А если действительность, вот она, она просто, вот знаете, как плинтус у тебя придавливает. Ну, действительно, ну, вот люди, правильно, ну, они говорят, вот мы плохо живем, все ужасно, да. И они, в общем-то, правы, да. Но мне 65 лет, да. И я вот уже, мой сознательный возраст, это начало 50-х, да. И мне иногда странно, видишь, люди… У нас тут магазин, я люблю это на бензозаправке там, где мы там живем, значит, за городом. Я смотрю, там в этом магазине все, и колбаса, и там, и сыр, значит. И, значит, ну, это дело, значит, вот алкоголь, я имею в виду. И все это стоит, в принципе, копить вообще. А этого же ничего не было вообще. Я родился в 46-м году. Победа, да. Победившая страна, 46-й год и голод, да. Все по карточкам, да. Это победа называется, да. А потом я помню 50-е. Ничего нет, масла нет, сахара нет, значит… Да вот совсем недавно, где-то в середине 80-х, нам картошку привозили в редакцию, ну, в Московском соборе, где я работал. Значит, там по мешку картошки набрата. Это было такое привиление, ну, вот по предприятиям там. Ну, это страшно уже вспомнить, картошка, картошка. Я сейчас поймал себя на мысли, вот, действительно, у нас с вами поколенческий такой уже взгляд, он отличается. Ну, конечно. Потому что я закончил школу в 91-м, соответственно, поступил в университет, и это 90-е, да. А для меня тот советский период – это детство. Вот это кинотеатры, да, значит, там пирожное за 22 копейки, там 20 копеек сеанс, 15 копеек. Да, отличные были пирожные. Но у меня нет, в сожалению, по той эпохе. Абсолютно нет. Ну, у многих-то есть. Ну, вот мне, отец, я еще, знаете, так, это обычный упрек родительности. Я в твоем возрасте уже на тракторе, ну, он в эвакуации, значит, в Средней Азии, значит, ему было 16 лет, на тракторе работал. А ты там и все такое прочее. Я своей дочери, ну, они нас не понимают. Для них вот это вот окружающие, там, вот эти интернеты все эти, знаете. Айпеды, айфоны там. Значит, мобильные телефоны. Ой, боже мой, телефон. Получить телефон в президентской власти старику, которому каждые 15 минут там нужна будет там скорая помощь, там, чтобы вызвать хотя бы, да. Да вы что, люди годами стали в очереди за этим телефоном, да. Сейчас у них у всех, знаете, мобилы, но они к этому так привыкли. Им хочется, вот я понимаю их тоже, почему они ходят там на демонстрации, там, на митинги. Им хочется движухи. Конечно. Да. Переперемен. Ну, мало ли, что вот это есть, а у вас этого не было. А мы хотим что-то еще, да. Они абсолютно, в принципе, правы. Потому что они молодые, им принадлежит этот мир, да. А мы, кто-то это сказал, что человек, который в молодости не был там революционером, не имеет сердца. А тот, кто в пожилом возрасте не стал консерватором, у него нет мозгу. Уинстон Черчилль. Уинстон Черчилль, да. Гениальный человек. Абсолютно. Вот тут я наткнулся на фразу, которую я даже не знал. Но она просто закрывает вот эту вот тематику, там, демократия, не демократия. Он говорит, самый сильный аргумент против демократии – это пятиминутная беседа с одним из избирателей. Да, но я вот все-таки соглашусь с теми и, относясь к молодому поколению, действительно хочется движения вперед. То есть я когда прочитал многотомник истории англоязычных народов Черчилля, да, до этого я прочитал его трехтомник «Вторая мировая», вот применительно именно к истории англосаксов, сам принципиально, и там головы рубили, и там было такое, что мама дорогая. Но, Лей Федорович, они шли вперед. Каждый этап – дальше. Вот у меня такое чувство. В чем моя претензия к Путину и к той системе, которую он создал? Он все законсервировал. Да, есть колбаса, есть мобилы, есть, в конце концов, этот берег турецкий, да, есть принципиальный момент – не устраивает валить, да, как один из экспертов его близких ему, да, сказал – границы открыты, валите отсюда, кого не устраивает. Но почему я-то должен валить? Для меня русский язык – родной язык. Это моя страна, это моя родина, как это не пафосно звучит, но фактологически это именно так. И он заморозил все. Да, все есть. А с другой стороны, есть произвол, вот я вам рассказывал, я сегодня и в LiveJournal себе в блоге написал по поводу того, как я столкнулся с правоохранительной системой, и со Скайвер, и у меня волосы доебом стали. Потому что, я не преувеличу, но есть момент, там, твои фамилии, простите, журналистского удостоверения, определенных возможностей позвонить определенному кругу лиц. Но это ненормально, это ненормально. Свои законные права надо отстаивать через вот эти ксивы или звонки и так далее. А я сегодня, знаете, я буду адвокатом, ну, оппонентом, да? Все правильно, все так. Но я сегодня видел двух милиционеров на мотоциклах, ну, там за годом я ехал, значит, в Москву. Во-первых, они ехали со скоростью где-то, ну, километров 65, вот так вот, вот, никого не обгоняю. И мне интересно было, ну, сейчас это мотобат, вот эти вот, ну, вообще я люблю палитры на мотоцикле, вот, особенно там где-нибудь в Италии, вот, это круто, все там в коже, красавцы. Но у нас тоже ничего в хороших мотоциклах. И вы знаете, они стояли на красном, стояли на красном. И вас это порадовало? Да, и мне это порадовало, причем я подумал, что вот они же могли спокойно, причем было такое место, вот, перекресток, где они могли спокойно на красный, значит, вот, проехать, никому не мешая, не создавая аварийные ситуации, ничего, не проехали. Я как-то даже удивился, да. Лев Новоженов сегодня в реальном времени на Финам-ФМ, сразу после краткого выпуска новостей ваши звонки и письма. 19.47, российская столица, реальное время, Финам-ФМ, мой коллега-журналист Лев Новоженов сегодня у нас в гостях. Пишите на финам.фм, звоните на 651099,6, код Москвы 495, единственное, попрошу всех быть лаконичными, Лев Юрьевич, и вас также, да. Сейчас у нас не так много времени. Алексей из Вологодской области пишет, читал описание схем распила России, я вам цитирую письма без редактуры, да, читал описание схем распила России на примере конкретных предприятий. Ужаснулся от масштаба действия каждый день приносить все большую уверенность в правильности выбора уехать жить из России. Очень печально. Ну, мы же к этому тоже приложили руку, понимаете, вот сегодня, пожалуйста, там компромат РУ, значит, там, ну, газета, в принципе, да, все это открыто, значит, вот этот вот наш Навальный, значит, там, распил. Ну, в Советском Союзе же была цензура, значит, воровали масштабы воровства, были грандиозные, вот, ну, может быть, оно качественно было другое, там, просто сегодня есть там современные техники, самолеты и прочее, прочее, но мы же про это не знали, вот, а сейчас вот узнали. И, ну, некоторые знали иногда и тоже уезжали, как мы знаем, да, и уже всегда не в таких, значит, количествах. Ну, вы что думаете, вы, то, в Италии нет коррупции, а где, нет, нет, ну, есть страны, там, где она меньше, конечно, Америка, значит, Израиль, ну, коррупция, это понятие очень многосложное, потому что это не только деньги. Кстати, в Советском Союзе коррупция, это были возможности, там, дружба, да, коррупция была на уровне, начиналась со слесаря-сантехника и кончалась на самом верху. Слесарь-сантехника без бутылки вам просто ничего не делал, хотя он получал зарплату. Да, по-моему, сейчас ничего не изменилось, сейчас только деньги. Вместо бутылки надо давать деньги. Ну, конечно. Причем он-то еще отдельно получает заработную плату. Я просто по жизни сам сталкиваюсь, да, то есть надо там что-то подремонтировать. Я не сантехник, ты вызываешь. Ну, и вот, знаете, как это так, а в конце, в самом, когда он уже выходит, да, ты ему так в кармашек так... Ну, конечно, тоже было с медициной, лечиться даром, лечиться даром, это знаменитая советская пословица. Ну, правда, врачам день и день не давали, там врачи мучились, у них у всех был диабет, потому что им дарили конфеты шоколадные. Это все понятно для Ефимовича, но хочется дальше, дальше, давайте дальше идти. Да, да, безусловно, безусловно. Но нужно искать выход, они где-то есть. Ну, от Алексея пишет уезжать. Ну, лично, ну, в принципе, оптю нет, может быть, для него это и выход. Идем дальше. Хорошо. Добрый вечер, как вас зовут? Алло. Добрый вечер. Да, представляете. Владимир меня зовут. Можно вот вопрос с вашими собеседниками? На все ответы, которые он ответил, единственное, не понял, чего он больше боится? Обвинение в революции или сломой революции? Спасибо. Спасибо, спасибо, отличный вопрос, пожалуйста. Обвинение в революции? Да. Ну, это нас возвращает к началу разговора. Нет, ну, я боюсь революции самой, и не только я боюсь. Ее боятся очень многие. И я боюсь. И я не скрываю этого. И не только наверху. Русский бунт, бессмысленный, беспощадный. Еще раз напомню эту фразу Крылатова Александра Сергеевича Пушкина. Ключевое слово – бессмысленный. Хотя и беспощадный. Встречается и там тоже. И там тоже такое было, беспощадно, да. В России не революция, а бунт обычно. Бунт. Расстрелы. Не скатимся вновь? Ну, понимаете, ну, я не знаю, сегодняшнюю Россию нельзя сравнивать с Россией с 17-го года. Конечно, две страны разные. Ну, чего, ну, я не знаю, мне все время говорят про людей, которые голодают. И не знаю, может, вы их встретили. Сначала на улице. На улице. На смысле бомжи? Да. Ну, я в Берлине видел бомжи. Я в Нью-Йорке видел. Да, причем они, это не крепкие ребята, таких и не какие-то не пожилые. Но это сознательно выбранный образ жизни, в принципе. Не знаю, я видел людей, которые копают сам в мусорных вот этих контейнерах. Это ужасное зрелище, конечно, здесь, в России. А я видел людей... В Москве, в очень богатой Москве. А я видел людей, которые занимаются сенсационными системами, там приезжают. Да. Они тоже очень современные. Ну, вот, золотари, как раньше, которые приезжают на БМВ. Это Лев Новоженов у нас сегодня в реальном времени. Ну, действительно, нет, ну, вы ответили на вопрос. Вы откровенно сказали. Да, я опасаюсь бунта. Ну, да. А обвинение, что я знаю, обвинение... Ну, Тверской бульвар. Нет, ну, например, я честно вам скажу, что я не испытываю проблемы вот со свободой высказывания. Ну, я лично. Я лично. Да. Ну, во-первых, вот мы сейчас говорим. Вот. Потом есть интернет. А пока есть интернет. Фейсбук, социальные сети. О чем, пожалуйста, высказывайтесь. Я такого... Я, человек, который всю жизнь прожил по цензурной стране, да, это моя профессия всегда, журналистка, значит, слово колбаса нельзя, про смерть нельзя, вообще про еду нельзя, про то, что спортсмены получают деньги нельзя, потому что у нас нет профессионального спорта вообще. Не про что нельзя, может, только про снегурочку и Новый год, вот. И вот, начиная с 90-х, конца 80-х, я могу писать, более того, значит, я вот сейчас тут, у меня Фейсбук, да, я такой кайф получаю. Я впервые в жизни пишу бесплатно, я всегда за это деньги получал, это моя профессия, заработал на кусок хлеба. Сейчас я пишу бесплатно, ловлю кайф, потому что никто не взлет на ковер, редактор не требует изменить заголовок, там, переписать, там, финал, бросить материал в корзину. Я вообще, я ловлю просто кайф, я, наконец, просто вот высказываюсь, да, и говорю то, что мне, значит, хочется, блин. Лев Ноложунов, Реальное время, Финам.фм, 65, 10, 99, 6, финам.фм, это наше средство коммуникации, на портале идет прямая веб-трансляция. Добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Илья. Добрый вечер. Лев Юрьевич, вопрос такой к вам, а скажите, а как вы относитесь к такой организации, как современная русско-православная церковь? Спасибо. Спасибо. Я думаю, вот это ключевое слово современное было, да. Не, ну тут все однозначно, я же тоже про это, у меня был блог в эфире, значит, Москвы, назывался он «Бассейн Москва» и «Пусит Райт». Вот, я там вспомнил, меня дедушка привел, я думал, мальчика привел, он еще не был открыт, но он уже был заполнен водой, но он еще не работал. Мы гуляли там вокруг, я говорю, дедушка, можно я искупаюсь? Девушка так посмотрела вокруг, нет ли, значит, милиционеров, и говорит, ну давай. Я искупался, и нас тут же оштрафовали, да. Теперь на этом месте стоит, значит, всем известное здание. Ну, у меня не покидает ощущение, что вот «Пусит Райт» арестовали те же самые люди, которые взорвали храм Христа Спасителя. Ну, в принципе, по сути, да. Из того же, в общем, состава крови, молекулы, значит, сознание самое. Вот, поэтому вот это вот, это «Пусит Райт», а у меня просто дежавю, да, вот. Я даже, в общем, ну, это была такая, типа, шутки тоже, да, что, вот, вроде бы, говорят, что журналисты нашли человека, который отбыл тюремное наказание за то, что оскорбил чувство плавающих в бассейне, вот, понимаете. Ну, меня сразу стали спрашивать, а что он сделал, там, что он там пописал в бассейне, там, или что-то еще, там. Ну, я не стал там раскрывать детали. Ну, видите, история движется по спирали, вот. Ну, я думаю, что я так сказал, что, как я отношусь. Хотя я знаю прекрасных людей, выцерковавленных, там, священников, настоящих интеллектуалов, вот, прекрасных, честных людей, вот. Олег из Москвы пишет, Россия не гибла, а бесперспективное место, к сожалению, выборов нет и не будет. 90% населения просто по барабану, шанс бескровной раскрутки в ближайшие годы минимален. Не согласны тогда, каковы перспективы? Ну, вот, мне было 46 лет, когда я пришел на телевидение, был старик, мне главный редактор, Павел Николаевич, сказал, ты посмотри на себя, ты что ты вообще уходишь из газет, посмотри на себя. Пожелые евреи, говорят, на телевидении. Ну, это было невозможно, в принципе. Ну, а что мы жили? Мы жили в бесперспективной стране, где все было на период известно до старости, да. Там ты, там ученый, ну, из-за естественных кандидатов, наверное, ну, в лучшем случае докторскую, хотя это как бы как исключение, это уже избранные люди. А, в принципе, вот зарплата, там, 120, да, вот жена, ну, через 25 лет получишь, может быть, квартиру, да, вот, съездишь от родителей или из коммуналтии. Жизнь была абсолютно скучной, ничего не происходило, все ходили друг к другу в гости, потому что это было главным развлечением. Сидели на кухнях, да, интернета никакого не было, крылья, значит, советского власти, значит, почем зря, значит, и коммунистов. Я приходил на работу, я признаюсь, значит, газету, значит, меня ждала вареная колбаса, значит, кто-то уже сбегал за водкой, в принципе. Ну, потом чуть-чуть поработаешь, там, кроссворды, да, вечером опять мы выпиваем, там, кому-то пошли в гости. Ждем праздников, да, ждем праздничных заказов, там, 7 ноября, значит, там, красная рыба, сервелат, баночка. Значит, красные икры, значит, секса не было, значит, секса-то нужно было дождаться, чтобы родители куда-то уехали, вот, потому что главная проблема была, в принципе, хата, да, где? Вот, ну, летом-то, значит, еще туда-сюда, там, в деревне, а зимой, вот, на аэропорте, метро, аэропорт, нет ни одного подъезда, где я бы не целовался вообще. Вот я там туда приезжаю, вот все подъезды, и, помню, как вздрагиваешь от того, что хлопнула дверь, значит, лифта. Жизнь вот такая вот была, а многие же хотят туда вернуться, в принципе, понимаете? Одни хотят туда вернуться, другие хотят идти вперед, третьим по барабану, в принципе. Ну, правильно, ну, это такой народ, ведь это же не народ сделал революцию, там, девяносто первого, да, который сейчас проклинает, там, одни проклинают, видите, вот. Это сверху, ну, как-то все само собой, значит, получилось. Другими словами, цените то, что имеете? Тоже, нет, ну, нет, ну, я не знаю, вот у меня дочь, она, сейчас она, значит, в Германии в командировке, она арт-критик, работает в Афише, там, в арт-хронике, обозреватель. Она поехала, правда, на свои деньги, ей не оплатили эту командировку, там какой-то большой биеннале, вот, она ходит, вот, ходит на митинги, я говорю, Шур, они, кстати, марксисты, вот. Вот книги она покупает, вот она покупает Троцкого, я вот впервые, благодаря ей, там, прочитал Троцкого, очень интересно. Они, там, все левые, значит, ник у нее в интернете, это Карл Маркс, знаете, с бородой. Вот, они левые интеллектуалы, левые интеллектуалы. Сказать, что они скучно живут, и что они живут как-то безперспективно, я не могу, потому что у них все время нет времени. Они со мной даже пообщаются. Когда я ей звоню, говорю, в ответ на доброе утро, она говорит, извини, у меня нет времени. Спасибо вам огромное, вы мне доставили, вот, просто приятное время провести с вами, да, а вот этот час, он пролетел. Спасибо. У нас есть отличия, безусловно, и я это все-таки объясняю разным возрастом, да, в противоположность вашей дочери, я правый, да, то есть я хочу, чтобы туда страна шла. Но, наверное, в дискурсе, да, вот в дискуссии должна рождаться вот та самая правда, которую ведет страну вперед. Спасибо большое. Спасибо вам. Новоженов. Реальное время. Финам. Финам. После краткого выпуска новостей подводим итоги дня.